Этой эссею я написал о бактерии Вячеславе Тихонове, но вначале я приведу отрывок из его интервью. Уже после перестройки вы сыграли в замечательной ленте «Любовь с привилегиями», советская партийная номенклатура, вы знаете, вас обожала, а тут поди ж ты, вы воплотили совершенно отвратительный образ заместителей председателя Совета министров СССР, причем сыграли классно и убедительно, не было со стороны бывших руководителей Союза претензий, мол, зачем же ты так? Нет. Да и играл я, в общем-то, неплохого человека. Такие и были. В то время я тоже понимал, что существует правило игры. И одного из крупных советских руководителей, даже не зная кого, конкретно я и воплотил на экране. Моей партнершей была прекрасная актриса Любовь Полищук. Очень хороший сценарий написал Валя Черных. В этой картине было что играть, поэтому она и получилась. Обаятельный человек и актер Вячеслав Тихонов не встретил по жизни гениального режиссера, гениального сценария. И талант его не смог развернуться во всем блеске. Единственный фильм, который может смотреться в ряду мировых шедевров, это фильм, где он играет с Любовью Полищук и играет великолепно советского чиновника, большого масштаба. Этот фильм поражает глубиной переживаний, трагедии, столкновения, личности и государственной машины. И вот там образ чиновника умного и понимающего, но участвующего в чёрт знает чём, точнее в гибели отца своей будущей невесты, запоминается навсегда. Что касается Штирлица, ну да, он создал образ немецкого офицера, обаятельного и себе на уме разведчика, но это образ без высокого художественного содержания и привлекала, скорее всего, форма немецкого офицера, как и на всех наших актёров. Успех фильма заключается в том, чтобы отдохнуть от всего советского и съездить в иной мир. Где те же проблемы – государство, выживание, карьера. 17 мгновений весны – это были мгновения туристической поездки за границу. И отсюда популярность фильма и иронии над его патриотизмом в виде бесконечных анекдотов о многозначительности сцен. Штирлица знал, что 2х2-24, но он не знал, знает ли об этом центр, а центр молчал. Я привожу отрывок из его интервью, где он сам говорит об этом фильме «Любовь с привилегиями» и этой роли. Но отрывок уже я этот читал. Ещё можно добавить, что этот образ был настолько сильный, Штирлица, что мне кажется, что он оказал влияние на нашего президента, на Путина. И Путин в какой-то мере, может быть, бессознательно играет роль Вячеслава Тихонова, играющего роль Штирлица. И в этом, так сказать, это обаяние ему помогло и стать президентом на выборах первоначально. И всё-таки самый лучший фильм его был, вот, сыгранный с любовью Полищук. Как он называется уже, я забыл. «Любовь с привилегиями». Субтитры создавал DimaTorzok